Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, ее ведущий, Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Цитата великого классика стала девизом фонда «Подари любовь миру». Чтобы делать добро, надо начать его делать. Это ваш девиз? Да. Как говорят, кто хочет, ищет возможности. Да, а кто не хочет, ищет Алины. Маргарита Грачева, девушка, ставшая печально знаменитой из-за садиста мужа, играет в «Снежную королеву». Такой образ для меня новый, мне тяжело в этом быть. Я жду перевоплощения в добрый, скорее, когда я стану хорошей и улыбчивой королевой. Интернет-портал для незрячих людей. Вот общего сайта, общего портала, который аккумулировал бы информацию разную, и освещающие спортивные мероприятия, и культурные, и развлекательные, и у него не существовало. Выйдя на улицу первый раз с неприкрытым протезом, Ольга Занозина поняла, насколько непросто даются свобода и раскованность. Именно показать всем, что мы такие же люди, но только у нас проблем больше, чем у других. Ярмарка вакансий «Поверь в себя». Смотрите прямо сейчас. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы постоянно проводит ярмарки вакансий. Одна из них под названием «Поверь в себя» состоялась в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя и была в первую очередь ориентирована на людей с инвалидностью. Мы собрали больше 50 работодателей. Эти все работодатели нацелены на то, чтобы людей практически отсюда брать и трудоустраивать. Мы бы хотели, чтобы и поставили себе цель, чтобы все, кто у нас присутствует на ярмарке из граждан, вышли хотя бы с оставленным резюме, чтобы мы потом могли эти данные передать работодателю и договариваться, может быть, даже о создании рабочих мест под конкретного нашего гражданина. Специализированную ярмарку вакансий посетили около 2000 человек. Одни соискатели твердо знали, в какой области ищут работу, другие сферу своей будущей занятости представляли максимально широко. Я-то хотел больше, скажем, по спортивной, типа тренеры, всякие проводить тренировочки, физкультуры, которые поддерживают людей, правильный образ жизни. Я хочу работу найти творческую, хочу найти работу певца, актера, вокалист, художник, аниматор, артист, художник, аниматор, мультипликатор. Соискателям была предоставлена возможность пройти несколько собеседований у разных работодателей, посетить мастер-классы и тренинги, принять участие в тестировании по профориентации, пообщаться с психологом и получить советы тех, кто уже сумел найти для себя ту самую работу мечты. Мы должны и себя преподнести, чтобы нам помогали, чтобы мы должны говорить, что мы можем, мы сделаем, мы замечательные юристы, мы замечательные педагоги, мы потрясающие профессионалы своего дела, мы это можем. Ну и что, что там у нас черные очки, это никак не мешает и так далее. Когда мы будем говорить и говорить это будем очень с уверенностью, тогда обязательно нам поверят, иначе нельзя. Сегодня у нас в гостях председатель правления благотворительного фонда Подари любовь миру Марина Волкова. Волкова Марина Леонидовна. Родилась в городе Тихвине Ленинградской области. Родители. Мама Швея способна из ничего сотворить чудо. Отец художник. От них дочь унаследовала талант к художественному творчеству, что стало ее главным хобби. Еще в школе начала активно заниматься общественной работой. Окончила Ленинградский педагогический институт имени Герцена. До перестройки работала учителем. После прошла путь от агента по недвижимости до заместителя директора крупной юридической компании. Получила второе образование в Международном банковском институте. В 90-е годы начала заниматься благотворительностью. Много путешествовала. В 2012 году переехала к мужу в Москву. Имеет взрослых сына и дочь. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. У вас на сайте висит цитата Льва Толстого «Чтобы делать добро, надо начать его делать». Это ваш девиз? Да, это мой девиз. Знаете, как он возник? Многие говорят, ой, я не могу заниматься благотворительностью, я столько не зарабатываю. Я там не могу заниматься благотворительностью, потому-то, потому-то. А на самом деле благотворительность – это старушку перевезти через дорогу. Это тоже благотворительность. Купить продукты, принести, помочь пожилому человеку – благотворительность. Детские вещи передать в детский дом. Как говорят, кто хочет, ищет возможности. А кто не хочет, ищет алиби. И чем занимается ваш фонд? У фонда два направления. Первое направление – это помощь людям с ампутацией и проблемами опорно-двигательного аппарата. И второе – это культура милосердия. Это проекты, которые направлены на объединение, на социализацию. Чем конкретно вы помогаете? Есть несколько направлений. Людям с ампутацией и проблемами опорно-двигательного аппарата мы помогаем в первую очередь. Это юридические консультации. Потому что, как бы ни казалось, но зачастую, особенно кто попадает в эту ситуацию неожиданно, они не знают, что делать, куда обращаться, что внести в ИПР. И вот эти юридические аспекты, вроде бы, все элементарно, но они не прописаны пока на сегодня. И обратившись к нам, люди уже решают многие вопросы намного быстрее. Помощь с протезированием. В нашей стране протезирование бесплатно. Но, опять же, люди не знают, что для этого нужно сделать и куда обратиться. Какой протез потом в итоге получишь? Да, и какой протез получишь. Протезы разные бывают по качеству, по уровню, по цене. А это очень важно, потому что, как человек потом сделает эти первые шаги на протезе, зависит многое. В первую очередь, его, наверное, уверенность в завтрашнем дне. Маргарита Грачева впервые выступает в роли снежной королевы. Костюм, сложный грим, вспышки софитов и фотографы. Все как и подобает на большой фотосессии. Самое сложное для улыбчивой девушки – это высидеть несколько часов с серьезным холодным лицом в соответствии с образом. Такой образ для меня новый, мне тяжело в этом мне быть. Я жду перевоплощения в добрый, скорее, когда я стану хорошей и улыбчивой королевой. За судьбой Маргариты год назад следила вся страна. Инвалидом она стала из-за агрессии мужа, потеряла руку. Тем не менее, в силу возможностей и обстоятельств она налаживает свою жизнь. Планирую работать. У меня есть различные виды, куда я хочу, но пока не буду об этом говорить, потому что предпочитаю сделать, а потом уже рассказывать. Маргарита стала теперь гораздо больше внимания обращать на те вещи, которые обсуждают люди с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, доступную среду. Сейчас я больше замечаю, что у нас очень много колясочников тех же, и что у нас ничего не оборудовано. Я была в Германии, где все-все-все. Вплоть, я говорю, все церкви, там автоматические двери, магазины, все, бордюры. Да, это тоже моя больная тема. Я хочу с этим, ну, хоть как-то бороться и стараться вносить, ну, какие-то тоже корректировки. Фотопроект «Сказка в каждом из нас», поучаствовать в котором Маргариту пригласил благотворительный фонд «Подари любовь миру», это первая ее, если можно так выразиться, выход в свет за прошедший год. В фонде хорошо знают, как важно поддержать человека, чтобы он нашел себя в новом статусе. Как правило, фотопроект дает возможность на одной площадке пообщаться людям и с инвалидностью, и без. Сегодня такое, знаете, погружение в сказочную атмосферу людей с инвалидностью, здоровых людей, взрослых, знаменитых, незнаменитых, начинающих. И на съемочной площадке мы хотим именно вот показать, что красота, она в каждом из нас. И неважно, в коляске ли человек или на протезах, под вспышками фотоаппаратов каждый из них раскрывается с неожиданной стороны. И все, включая их самих, перестают замечать, что у них проблемы. Один вот этот протез, он более как вечернее платье, а тот более функциональный для дома. Там один хват, но он более крепкий и надежный. Этот ломается, он не так давно у меня прилетел из Германии, потому что был сломан указательный палец, и он там был 3,5 месяца. Палец ломался элементарно, я просто одевала штаны. Ну, как бы ничего такого я там не носила, гантели. Маргарита с гордостью демонстрирует возможности своего протеза. Огромные деньги на него собирали, как говорится, всем миром. К сожалению, тот протез, что положен Маргарите по индивидуальной программе реабилитации, откровенно малоподвижен. Ну, протез – это, да, помощник, но, я говорю, это ни разу не рука. И у обычной руки более 100 хватов, у протеза вот у этого 8. Ну, как бы это несравнимо, но какая-то помощь, да. Процесс реабилитации для Маргариты только начинается. И важно не только мастерски научиться пользоваться протезом, но, что ещё важнее, не закрыться от людей и быть нужной другим. Девушка помнит, что с бедой ей помогли справиться сотни людей. Потому, если кому-то понадобится её помощь, она не раздумывая сделает всё, что только сможет. Проект «От знакомства до замужества» или «До супружества» – это что за проект? Чем отличается от сайта «Знакомства»? Знаете, мы не занимаемся напрямую знакомством людей. Сводничеством не занимаетесь. Но так как в проекте у нас участвует большое количество людей, например, вот в этом году в «Неботерапии» приняло участие 180 человек. Почему знаю эту цифру? Потому что как раз вчера анализировали. И на площадке мы проводим мотивационные встречи, друг друга знакомим. Соответственно, что? Люди начинают знакомиться, начинают общаться. То есть вот проект, он не, как вы выразились, не в знакомстве через сайт, а вот именно в общих интересах. Живого общения. Живого общения, да. Через живое общение. И дальше уже у нас есть пары, которые появились благодаря этому проекту. Есть ли примеры, когда от знакомства реально перешли к супружеству? Да, есть такой пример. У нас есть девушка Юля на коляске. И она познакомилась с молодым человеком. Он приезжал на проект волонтёрить. То есть он абсолютно здоровый. И у них сложилась пара. Вот всё сейчас тьфу-тьфу-тьфу идёт к свадьбе. И когда мы тоже разговаривали с ним, я говорю, ну вот как ты познакомился, что он говорит, слушайте, она такая вообще, она такая заводная. Она говорит, мне фору даст. Как же он сказал, человек с инвалидностью, ну он по-другому немножко сказал, человек с инвалидностью – это нормальный человек. Я говорю, в смысле? Но, говорит, у неё такие же интересы. У неё всё общее. А он думал инопланетянка, да? Ну он не думал инопланетянка. Но у нас же нет… Ну только начинается вот эта культура милосердия. Мы не знаем, как относиться к людям с инвалидностью. У нас не воспитывают это. Знаете, я много лет занималась благотворительностью, как мне казалось. Я ездила в детские дома, там, дома престарелых с подарками на Новый год. И считала себя таким вообще, не знаю, там, великим благодетелем, да, который делает большое дело. Но только позже пришло понимание, да, что благотворительность – это другое. О чём мечтают девочки в 12 лет? В фантазиях всплывает дружба с мальчиком. Красивая свадьба в будущем. Подруги ахают, завидуя. Ольга Занозина, когда была подростком, думала только об одном – когда уже врачи вылечат её от саркома и приведут правую ногу в порядок. Жизнь девушки доктора спасли. А вот ногу пришлось ампутировать. Я осознанно даже шла на ампутацию. Мне все говорили, что ты там с ума сошла. Но мне уже настолько надоело вот эти мыторства, вот эти боли бесконечные, бесконечные операции. У неё в год было по 10-15 операций. То есть, ну, это просто уже невозможно было. Я уже просто, если честно, я почувствовала облегчение. Вот её не стало, у меня не стало как бы проблем больничных. Но стали проблемы другие. Долгое время Ольга была в депрессии. Ещё бы, молодая и красивая, и инвалид. Всегда ходила только в брюках и джинсах, стараясь максимально скрыть отсутствие ноги. Кардинальным образом жизнь девушки изменилась, когда рядом с ней появился Максим. Вместе работали на одном заводе. Периодически пересекались взглядами в коридорах и в столовой. А после одного из корпоративных праздников Максим решил, что пора познакомиться поближе. Тогда я понял, что это мой человек, что я хочу быть с ним. Селеустремлённость, доброта, порядочность. И открытый человек, очень открытый. Она каждому готова распахнуть свои объятия, чем-то помочь, кому-то советом, кому-то делом. И поэтому у нас уже ребёнок. С Максимом Ольга постепенно приобрела уверенность в себе. Любимый человек всё время повторял, что не надо стесняться инвалидности. Ты всё равно лучше всех. Он мне всегда говорил, что ты не должна себя зацикливать на этом. Потому что ты нормальный человек. И то, что у тебя нет ноги или ещё что-то, это не показатель. Он мне всё хотел, чтобы я одела юбку, одела платье. Я не одевала. Он боролся всё время со мной, боролся. Ну, я не могла. Я одела юбку только в том году. Он мне говорит, наконец-то. Говорит, ну хоть что-то. Какой-то сдвиг. Однако, выйдя на улицу первый раз с неприкрытым протезом, Ольга поняла, насколько непросто даются свобода и раскованность, любопытные взгляды, хамские реплики. И однажды девушка поняла, что негативное мнение общества нужно менять радикальными методами. Она решила провести показ одежды, которая подчеркнёт красоту человека с ограниченными возможностями. На подиум вышли десятки девушек, которые когда-то, как и Ольга, сомневались в себе. Именно показать всем, что мы такие же люди, с такими же, можно сказать, такие же целеустремлённые, вот, так же любим жить, вот, но только у нас проблем больше, чем у других. Со своими комплексами Ольга научилась справляться. Тем более, что муж и дочь в любую минуту готовы были прийти ей на помощь. Я маму поддерживала. Когда мы выходили в магазин, я говорила, смотри, гордо, никого не обращай внимания, не стесняйся, быть самой собой. Для любого человека, который получил статус инвалида, очень важно оставаться в глазах окружающих обычным человеком. У Ольги это получилось. Какие ещё проекты вы продвигаете? У нас есть ещё проект «Крышечка мира». Так, интересное название. Да, название интересное. «Родился», он вообще, это не наша придумка. В Испании начали как-то собирать крышечки, да, то есть пластик, для того, чтобы купить коляску ребёнку. Как появился этот проект у нас? У нас есть наше подопечное, лицо фонда, малышка, которая родилась без ручки, без ножки. И когда мы общались с детьми, чем дети могут помочь, да, потому что важно же с детства начинать заниматься благотворительностью. Вспомнили про эту крышечку. И дети, школьники, колледжи начали их собирать. То есть здесь получается тройной эффект. Люди собирают крышки, это забота о планете, да, то есть экологическая составляющая. Пластик сдаётся в переработку, деньги идут на наших подопечных. И у нас в стране что, действительно, вот, собирая крышки, можно деньги заработать? Можно, маленькие, но можно. Ну вот, да, для цифр, да, иногда люди же любят цифры, особенно там мужчины, как я знаю. Тонна крышечек, одна тонна стоит 25 тысяч рублей. Поэтому, в принципе... А транспортировка, тонна крышечек? Вы уже, вы, как мой супруг, считаете сразу издержки. Мы сейчас нашли компанию, да, и договорились с этой компанией. Это очень радует. Они уже сами ставят контейнеры и сами забирают контейнеры. Поэтому мы эти издержки всё-таки минимизируем. Всё-таки собираете деньги. И вы смогли вот этой девочке помочь, да? Да, да, да. Акция по сбору пластиковых крышечек в рамках проекта «Крышечка мира» прошла в Лобнинской коррекционной общеобразовательной школе. И это стало особым событием, потому что желающих сдавать крышечки в городе очень много. Мы как раз очень сотрудничаем с фондом «Подари любовь миру». И то есть на одном совещании мы как раз встретились, и творительный фонд «Исток», и делал боксы. И я задала вопрос. Я говорю, почему у нас в городе нет этого бокса? Лена, забирай. Идея сбора пластиковых крышечек родом из Испании. Теперь эта акция популярна и в России. В прошлом году благодаря «Крышечкам» фонду «Подари любовь миру» удалось обеспечить протезами маленькую Маргариту. Сегодня участники акции хотят помочь Ире, которая нуждается в серьёзной реабилитации и которая сама активно занимается проблемами экологии. «Крышечку мира» можно смело назвать уникальным проектом. Он умело сочетает в себе две важные миссии – благотворительность и защиту окружающей среды. Пластиковые крышечки есть дома у каждого, но мало кто задумывается об их реальной пользе. Акции, организованные фондом «Подари любовь миру», помогают понять, что, казалось бы, такая мелочь может быть серьёзной поддержкой для тех, кто в ней нуждается. «Школа очень активная, коррекционная, хотя здесь основная часть учащихся – дети с ограниченными возможностями здоровья. При этом они собирают эти крышечки, приносят. То есть дети помогают детям». На сегодняшний день первые незначительные килограммы доросли до тонны собранных крышек в год. Они перерабатываются и из ненужного мусора превращаются в новые изделия. И за каждую крышечку фонд получает небольшую выручку. Идея сбора пластиковых крышек действительно важна и для многих людей, и для нашей планеты. Мы решили поддержать акцию и пришли к ребятам не с пустыми руками. Марина, вопрос личного такого характера немножко. Вы человек, я так понимаю, верующий, да? Православный христианин, да? Как вы пришли к вере? Что вам дает вера в вашей деятельности? Как помогает? Как направляет? Знаете, это, наверное, очень личное, но у меня в свое время бабушка, когда было это запрещено, скажем так, законом, это не приветствовалось, очень тихо учила обращаться к Богу и верить в то, что все делается по воле Всевышнего. И я благодарна ей за это, потому что это не появилось в силу каких-то модных тенденций, оно далеко из детства, то есть глубоко. А вера помогает, знаете, в чем? Ну, иногда, иногда, ну, бывает, да, опускаются руки в силу каких-то причин, там, еще что-то. И ты вспоминаешь про то, что нам дается что-то для чего-то, да? И вот именно вера согревает и помогает вот в эти, как сказать, холодные времена. Марина, спасибо огромное за интересный рассказ. Всегда будем рады видеть в нашей студии. Вам спасибо огромное. Очень приятно, была рада встретиться. И успехов вам в вашей деятельности. Спасибо. Спасибо. Экскурсовод Незрячая, на глазах многих посетителей черные повязки. Необычные гости прошли по залам галереи современного искусства «Гараж», чтобы ненадолго окунуться в мир, лишенный предметов и красок. Попробуйте надеть на себя черные очки, которые полностью закрывают ваше зрение, уничтожают ваше зрение, и походить по уже привычной квартире. Вы несколько раз ударитесь и несколько раз громко выразитесь, так как нельзя выражаться на публике. А эти люди существуют в этом режиме постоянно. Пережитые эмоции должны помочь участникам акции лучше понять людей, которые не видят. Первое, конечно, было желание всегда это поднять маску и хотя бы одним глазочком посмотреть, что же здесь происходит. А происходит презентация нового интернет-портала «Особый взгляд», который запущен благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт». Ресурс объединит потоки информации, станет культурной и деловой площадкой для работы, общения и отдыха. Существует огромная проблема в том, что незрячие люди не информированы о событиях, к сожалению. И наш портал «Особый взгляд» как раз несет такую функцию, чтобы объединить людей, которые видят по-разному, и дать им возможность коммуницировать друг с другом в более широком аспекте. Конечно, специализированные сайты для незрячих уже существуют. Но они носят такой достаточно разрозненный характер, потому что вот какого-то общего сайта, общего портала, который аккумулировал бы информацию разную, и освещающие спортивные мероприятия, и культурные, и развлекательные, и образовательные, так, чтобы человек мог свободно найти нужную информацию на одном портале, его не существовало. И вот здесь портал «Особый взгляд» это такая очень серьезная заявка на то, чтобы преодолеть вот эти вот, ну, в очень хорошем, очень мною любимом смысле местечковые рамки и выйти на большую аудиторию с этими проблемами и, главное, с этими решениями. Одним из таких решений станет активное развитие тифло-комментирования. На презентации гости посмотрели фрагмент фильма, снабженный голосовым описанием происходящих на экране событий. Режиссер картины поддержал начинание. Фантазия и воображение это, наверное, такой основной источник вообще видения мира. И читая хорошую литературу, ты же видишь прекрасную историю, видишь персонажей. Поэтому, да, я, конечно, думаю, что тифло-комментарий позволяет увидеть фильм. Тифло-комментирование развивается в нашей стране недавно. Но, например, в Московском губернском театре незрячие люди могут посетить уже 11 спектаклей. А всего в стране 20 сценических площадок подключились к этой программе. Мы хотим, чтобы со временем появилась профессия тифло-комментатор, которой обучают. Мы работаем, мы востребованы, но до сих пор Минтруда не зафиксировала такую вот должность. Но я думаю, что мы в силах и это преодолеть. И, собственно, я для этого здесь тоже нахожусь. В Тифло-Аудио-кинотеатре нового портала «Особый взгляд» доступно 90 фильмов с комментариями. Также на ресурсе размещена информация о технических новинках для незрячих, анонсы событий, аналитические статьи о реабилитации и образовании, юридические консультации. К работе сайта уже подключилось 70 организаций по всей стране и число их растет. С учениками в школе, где я работаю, мы делаем аналогичный внутришкольный проект. И если получится, те, кто сможет выйти за рамки школы, вывести вот на этот портал в качестве той же самой стажировки, это будет замечательно. Попробовать себя, профориентации, почему нет. Портал «Особый взгляд» объединил многих творческих людей, неравнодушных к проблемам незрячих. Для режиссера Бориса Грачевского это тема нового фильма. Я не хочу снимать жалостливое кино, люди добрые. Я хочу снять, что преодолевая такие сложнейшие вещи в своей жизни, когда человек не видит, а только слышит и чувствует, они живут полной яркой жизни. Вот об этом будет картина. Это, так сказать, должна быть позитивная картина, грубо говоря, всюду жизнь, она должна быть. Вот. И на сегодня это все. Пишите нам, звоните, адрес и телефон на экране. 115-184, Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8-495-656-05-91. Электронный адрес фактор жизни собачка.yandex.ru. Архив программы на сайте Инва-ТВ и на сайте ТВ-Центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-Центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова